МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Впечатляющие результаты. Четыре выпускника региона написали ЕГЭ на 100 баллов по двум предметам, а также первые промежуточные итоги. Инклюзия выходит на новый уровень. Тут было раньше два выбора. Либо спецшкола какая-то очень тяжелая, либо сидеть дома. В новом учебном году сразу две школы города смогут обучать детей с аутическими заболеваниями. И начнем выпуск с информации о происшествиях. Сегодня ранним утром в Ленинском районе сгорел частный дом на две семьи. В 4.40 поступило сигнал о возгорании одноэтажного жилого строения на улице Баумана. Пожар тушили 10 единиц спецтехники и 40 человек личного состава МЧС. На кадрах очевидцев видно, что уцелела лишь кирпичная кладка. По предварительным данным, пострадавших нет, причина пожара устанавливается. А в Заволжье под колеса автомобиля попал юный велосипедист. 11-летний мальчик получил травмы, катаясь во дворе. Подробности у Натальи Сабановой. В 20 часов 35 минут на внутридворовой территории дома номер 33 на проспекте Столыпина Заволжского района города Ульяновская по предварительной информации водитель автомобиля ВАЗ 10 модели совершил наезд на велосипедиста, пересекающего проезжую часть дороги. В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист, мальчик 11 лет, был госпитализирован. Только за сутки в авариях на региональных дорогах пострадали 5 человек. Всего же зарегистрировали более 30 происшествий. На борьбу с коронавирусной инфекцией в Ульяновской области направят дополнительные 2,5 миллиарда рублей. Изменения в областном бюджете одобрил региональный парламент. Как пояснили в профильном министерстве, средства необходимы для оперативного финансирования мероприятий, направленных на предотвращение растостранения заболевания. К слову, его все реже стали регистрировать среди медицинских работников, а вот в отводоросли торговли количество новых случаев напротив растет. Только за минувшие сутки коронавирус выявили у 110 жителей региона. Большинство из них в областном центре, в лидерах Засвияжский район города. С начала эпидемии умерли уже 73 человек. Вода общая, а ее источник частный. С таким неожиданным казусом столкнулись члены садоводческого товарищества, расположенного неподалеку от Ульяновска. При этом проблема особенно обострилась в жаркие июльские дни. Конфликте интересов. Игорь Кранцев. Вот видите, в каком состоянии. Заброшенный. С 2009 года ничего не оплачивается. В садоводческом товариществе «Лесная дача», что неподалеку от пригородного и станции охотничьей, около 300 участков. Некоторые, как и во многих других СНТ, запущены. На одном из таких заросших бурьяном участков в свое время решили пробурить скважину. Пробурили, пользовались водой, а потом выяснилось, что у заброшенного участка все же есть хозяин. Я не была председателем. И сейчас, я лично сама, как стала председателем, я год и три месяца только в этом обществе председателем работаю, я подходила к собственнику, спрашивала разрешение, пока вот вроде бы жара стоит, можно у вас брать воду. Нет ни в какую. Покупайте. Участок продается за миллион рублей. В миллион участок даже со скважиной никто здесь оценивать не собирается. Цена нескольких соток намного меньше. Но воспользоваться водой нельзя. Частная территория. Обращались в разные инстанции. Вариантов два. Искать компромисс или бурить новую скважину. После того, как они смогут построить новую свою скважину, они подадут документы на возмещение затрат по программе субсидирования развития инженерной инфраструктуры садоводческих товарищей, то есть могут возместить эти деньги из областного бюджета до 50%. Сами обладатели заветных соток в этом СНТ на новые траты не готовы. Говорят, что в свое время собирали всем миром на ту скважину, что оказалось на частном участке. На сегодняшний день тот участок, где находится скважина пробуренная, не обрабатывается. Председателем совместно с правлением принято решение о направлении соответствующих запросов в Рослухознадзор. Планируется проведение проверок по этому факту. Какое решение примет проверяющая организация, станет ясно позднее. Пока же приходится бережливо относиться к живительной влаге и надеяться. Как на скорую точку в споре, так и на милость природы. При снижении температуры и увеличении количества осадков потребность в воде снизится. Игорь Кранцев, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. 100 баллов сразу по двум предметам набрали 4 ульяновских выпускника. В регионе начинают подводить промежуточные итоги государственных экзаменов. Публично пока озвучены данные по так называемым высокобальникам. Министр образования и науки области Наталья Семенова сообщает, что по химии 100 баллов набрали 11 выпускников. По обществознанию максимальный балл получили 2 человека. Русский язык в области на 100 баллов написали 19 выпускников. Один человек профильную математику, еще двое информатику и трое литературу. Всего в основном этапе сдачи единого государственного экзамена приняли участие 5000 выпускников. Инклюзия на новом уровне. В Ульяновске открываются классы для особенных детей на базе обычных общеобразовательных школ. В этом году две школы откроют свои двери для первоклассников с расстройствами аутического спектра. Это 12-я в Засвияже и 73-я в Заволжском районе. Это первые классы для аутистов в нашем регионе. Тут было раньше два выбора. Либо спецшкола какая-то очень тяжелая, либо сидеть дома. Ни один из родителей не хочет, чтобы его ребенок постоянно находился дома и не видел, грубо говоря, Света Белого. Так что мы только за. Это очень хороший шанс для наших детей получить какое-то начальное образование и все-таки влиться в нормальное общество с нормотипичными детьми и получить полноценное общение с ними. Это было огромным таким ярким событием, когда объявили, что да, 73-я школа, это не просто школа, это общеобразовательная средняя школа, готова распахнуть свои двери для наших ребят. Мы очень ждем, мы ждем запах тетрадок, мы ждем знакомства с детьми, знакомства с педагогами. Класс оборудуют специализированными индивидуальными партами для каждого ребенка. В учебных заведениях также разместят зоны отдыха и зоны групповых занятий. То есть это ни в коей мере не место изоляции и точно не коррекционный класс. Это возможность ребенку получить одновременно и инклюзивное образование, и индивидуальное обучение. Главной целью ресурсного класса является именно социализация в реальную жизнь. По окончанию этого ресурсного класса предполагается, что ребенок в основную школу уже выйдет совсем в обычный класс. В Санкт-Пино предполагается 8 человек. В нашу школу уже подано 6 заявлений. У нас будет 5 мальчиков и 1 девочка. Предполагается, что у каждого ребенка будут сопровождать тьютеры, причем школьный штат уже пополнился логопедом, психологом и дефектологом. Сегодня последний день подачи налоговой декларации. Документ формы 3 НДФЛ должны предоставить граждане, обязанные отчитаться о полученных в прошлом году доходах. Это та категория граждан, которые получили доход от продажи имущества, которое было в собственности менее минимального срока владения. Это продажи квартир, комнат, дачи, земельных участков, гаражей, автомобилей. Также это граждане, которые получили доход от сдачи в аренду квартиры и нового имущества. Это граждане, которые получили доход от выигрыша в лотереи, от предпринимательской деятельности, от продажи ценных бумаг и доли в уставном капитале. При этом желающие получить налоговый вычет при покупке квартиры, лечении, обучении или страховании 30 июля не ограничены. Посетители ждут в течение всего календарного года в рабочие дни в инспекции. В понедельник и среду с 9 утра до 6 вечера, во вторник и четверг с 9 утра до 8 вечера, в пятницу с 9 утра до 16 часов 45 минут. Киберспорт и рисование в 3D как основа будущей профессии. В Ульяновске на базе Центра детского творчества номер 1 открыли лабораторию имитационного моделирования. Ее работа будет направлена на развитие современных навыков, учащихся под цифровым направлением. В трех классах установили современное оборудование. Это интерактивная доска и переносные ноутбуки для углубленного изучения математики, специальные компьютеры для киберспорта, а еще создали лабораторию по 3D-моделированию. Направление лаборатории, оно актуально, оно интересно. Детям это такие направления, как киберспорт, это сайтостроение, это основы информатики на скрэйч, это 3D-моделирование, оно позволяет детям, получив необходимые компетенции, дальше развиваться в IT-сфере в разных направлениях, причем с разных сторон, как с точки зрения программирования, так и с точки зрения наполнения его контента. Проект предназначен для школьников с 5 по 11 класс. По гранту «Углубленное изучение математики и информатики» смогут получить 511 детей. Всего в Центре детского творчества обучается около 2000 ребят. Ульяновский аграрный вуз в тройке лидеров. Копилка достижений наших изобретателей пополнилась на 160 патентов. Это позволило университету занять третье место среди высших учебных заведений страны. Почвообрабатывающие катки, сушильные установки, скарификаторы семян – все это плоды научных трудов магистров, аспирантов и докторов наук, кузницы профессиональных кадров. Проекты «От идеи до создания» студенты инженерного факультета выполняют под руководством профессора Владимира Курдюмова. Один из проектов – устройство для сушки зерна. В большинстве имеющихся, наверное, на 95% используется конвекционный способ передачи теплоты. Но здесь коэффициент теплопередачи несколько раз выше, чем при конвекционном способе. Каждая разработка пробируется на опытном поле, а данные передаются на компьютер. Уже в классах специализированных видим, как идет сам процесс. Насколько у нас эффективно срабатывает производство, насколько эффективно работают наши транспортные ресурсы и сама техника. Ежегодно в копилке достижений Ульяновского аграрного университета около 150 патентов. В этом году по количеству заявок на интеллектуальную собственность УЛГАУ – третий среди российских вузов. Практически во многие дисциплины инженерные включаем навыки изобретательской деятельности. А магистры, у них вообще есть такая дисциплина, как эти патентоведение. 10-15 патентов для студентов в год – это нормально у нас. Посредником между изобретателем и потенциальным реализатором является Центр интеллектуальной собственности. Здесь специалисты помогут оформить заявку на патент или получить меры государственной поддержки, а также узнать актуальную информацию о проводимых конкурсах. Наша цель – быть посредником, оказывать всестороннюю поддержку именно для вывода этих идей, этих изобретений, полезных моделей промышленного образца уже на всероссийский и даже на международный уровень. По количеству поданных заявок на получение грантов Ульяновский аграрный университет ежегодно составляет серьезную конкуренцию ведущим профильным вузам страны. Ирина Шмыгова, Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск. Краеведы Ульяновской области борются за звание лучших в профессии. Всероссийский конкурс проходит второй год подряд. В этот раз в центре внимания тема Великой Отечественной войны и юбилейной 75-й годовщины Победы. Подробности в нашем сюжете. Свои проекты здесь презентуют педагоги и общественники со всей России. Идеи и оригинальные решения уже зарекомендовали себя и внесли вклад в современное воспитание. Конкурс краеведов как поддержка народных проектов по сохранению исторического наследия нашей страны. Марина Владимировна Андреева из Измайловской школы работает в отрядах. В Измайлово был госпиталь. Они изучили всю историю эвакуации госпиталя. Они подняли все имена тех, кто в этом госпитале лечился. Кто захоронен был на Измайловской земле. Вот такая вот кропотливая, очень трогательная работа. Но такая нужная и такая важная. Теперь лучшие проекты поддерживает финансами фонд президентских грантов. В данный момент региональные советы проводят экспертизу заявок на конкурс. Его участниками станут не только учителя истории, но и сотрудники некоммерческих организаций, сотрудники библиотек, музеев. Все, кто работает со школьниками, с молодыми людьми, увлеченными историей своего родного края. Одна из участниц – преподаватель Ундоровского лицея Светлана Дайко. Много лет она ведет свою кровеческую деятельность, вовлекая в нее учеников, создавая летопись ундоровского поселения. Приехала она с севера к нам. Она не местный житель, но увлеклась историей нашего края и увлекла этим детей. Они живут этим так же, как и Светлана Леонидовна. Родители тоже заинтересовываются вслед за ребятами. И вот поколение воспитанников Светланы Леонидовны помогает, наверное, нашему селу обретать свою историю. Проект, с которым Светлана вышла на конкурс «Спасибо деду за победу». Это серия видеороликов, где учащиеся рассказывают о своих прадедах-фронтовиках. Дошел до Воронежа, послужив два с половиной года, был ранен вновь. Из-за чего его отослали домой. И он вернулся в 1944 году. Это не единственный проект Светланы, посвященный Великой Отечественной. Вместе с ребятами они составили полные списки участников, которые ушли на фронт из ундоровского поселения и близлежащих сел. В Ундорах сегодня уже ни одного ветерана не осталось. Но у нас существует проект «Память», и мы вместе с ребятами нашей группы ухаживаем за могилами ветеранов. Но главное, к чему лежит душа ундоровского краеведа – возрождение истории села. С одноименным проектом вместе со своими верными юными исследователями они изучили исторические документы, восстановили по обрывочным сведениям изображение усадьбы Ивашевых 17 века. Раньше здесь было около пяти прудов, они, в общем-то, сохранились. И поэтому мы с ребятами создали огромное количество проектов по восстановлению этой усадьбы. И, конечно, огромная мечта наша – это то, чтобы эта усадьба была раскопана и восстановлена. Может быть, с привлечением наших студентов исторического факультета, археологов. Потому что реально, как показывают раскопки, что вот этот фундамент, он сохранился. А пока ребята под предводительством неутомимого историка своими силами изучают качество воды и расчищают территорию сохранившегося гидрокомплекса. И надеются, что их преподаватель представит родной край на федеральном уровне. Ирина Силкина, Герман Баранов, Вести Ульяновск, из Ульяновского района. И у меня на этом все. Вести следят за событиями региона. Увидимся на телеканале «Россия». Российская государственная телевизионная и радиовещательная компания представляет «Кострома» с 26 по 29 августа. Седьмой всероссийский фестиваль телерадиопрограмм «Человек и вера». Медиафорум о культурных ценностях и духовных традициях России. Приглашаем к участию журналистов телерадиокомпаний. Подробности на сайте gtrk.defiskostroma.ru Сейчас в Ульяновске плюс 32 градуса. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 41%. Ветер юго-западный 8 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова